Всем привет! Сегодня я хочу собрать воедино несколько тем, которые вас тревожат. Ну, по крайней мере, те темы, которые нашли отклик. Одна из главных тем, как сделать голос ниже, как избавиться от детского голоса, как избавиться от писклявого голоса. Но и в то же самое время есть вопросы, которые противоположны этому. Как, наоборот, избавиться от низкого голоса и звучать более звонко. Ну, давайте разберемся сначала, почему такая потребность, наверное, у многих приобрести низкий голос. Почему низкий голос у нас вызывает уверенность в себе, в том человеке, который говорит низко. Все это начинается, наверное, с первобытного общинного строя, когда низкий глубокий рык, страшный рык, страшный крик отпугивал животных, потенциально опасных. И этот человек являлся, как правило, вождем племени. Он мог напугать, он мог громко прокричать, он мог всех созвать. И отчасти это вызывало уверенность у всех остальных соплеменников. С другой стороны, когда мы только рождаемся, когда мы только растем, у нас происходит становление нашей личности, мы с самого рождения слышим голоса, которые ниже нашего. Они все внизу. Это мама, папа, братья, сестры, родственники и так далее. И это вызывает у нас доверие, потому что это наше спасение, это люди, которые нас заботятся. И со временем формируется таким образом, что низкий голос — это уверенность, это спокойствие. И к этому мы стремимся. Когда мы слышим низкий голос, мы этому человеку доверяем. И хочется самому приобрести такую глубину. Многие говорят, что невозможно сделать голос ниже. Все это благодаря природе, все это благодаря генам. Не совсем так. Да, многое зависит от природы. Но у нас есть возможность сделать голос чуть-чуть объемнее. Приобрести вот этот маленький бархат, легкую хрипотцу, приятную в нашем голосе. Вы думаете, я всегда разговаривал так? Нет, не всегда. Да, у меня баритон, такой бархатный баритон. Это от рождения, но глубина голоса, она пришла со временем. Это моя работа над собой, это мое обучение в театральном институте, это опыт, озвучки и работа с голосом. Но не стоит акцентировать внимание исключительно на низком голосе, потому что в этом есть как плюс, так и минус. Представьте, я буду говорить исключительно всегда внизу. Я буду говорить бархатно, я буду протягивать гласные звуки и буду говорить так на протяжении 15 минут безостановочно. Вы уже начинаете потихонечку терять мысль, терять внимание. Вы слышите просто бархат, бубнеж, и не работает абсолютно интонация. Низкий голос, грудной регистр, он отвечает за вот эту глубину, красоту и бархатистость. Высокий голос, головной регистр, он отвечает за звонкость, он отвечает за интонацию. То есть невозможно говорить исключительно наверху или исключительно внизу и тем самым держать внимание слушателя. Надо это совмещать. Надо иметь возможность красиво и бархатно преподнести самого себя и в то же самое время включить интонацию, видите, я плавно перехожу наверх. Вот, мы будем сегодня прорабатывать все эти вещи. Начнем с низа. Хочу поделиться с вами одной прекрасной, прекрасным упражнением, которое называется вибрационный массаж. Это такой комплекс упражнений, который помогает активировать все резонаторы. И головной, и грудной. Перед тем, как сделать это упражнение, попробуйте записать себя на диктофон. Ну, прочитать, например, вот моя любимая скороговорка, как раз, где включаются низы, где включаются все резонаторы. Намели мы на лима лениво ловили, и меня ли на лима вы мне на линя, а любви не меня ли вы мило молили, и в туман на лима наманили меня. Итак, запишите на диктофон, чтобы потом можно было сравнить, послушать разницу. Приготовились? Как выполнять это упражнение? Можно делать это стоя, можно делать это сидя. Но обратите внимание на то, какая поза должна быть во время упражнения. То есть это не развалившись, не расслабленно мы сидим. Сидим ровно, на краешек стула, как будто бы пришли буквально на две минутки. Сейчас встанем, пойдем. Спина прямая, плечи расслабленные. Начинаем мычать. Мычание. Перед тем, как выполнить упражнение, поймайте вот это правильное мычание, правильный звук. Направляете звук на губы, чтобы губы вибрировали. Представьте, что вы произносите звук О, но с закрытым ртом. Можно даже через звук О начать. Направляете звук на губы. Приложите ноготь большого пальца к губам. Почувствуйте, как вибрируют губы и отдают вибрацию к пальцу. Если вибрации не происходит, слегка постучите себя по губам. Активируйте губы. Если вибрация пошла, хорошо. Положите одну руку на грудь, другую на макушку. Почувствуйте, как вибрирует макушка и грудь. Получается? Прекрасно. Теперь поехали. Мычим. И слегка массируем свое лицо легкими постукиваниями пальцев. Верхняя часть лица. Под глазами. Мы активируем вот эти резонаторы. Гаймовые пазухи, надлобные дуги, пустоты. Прекрасно. Теперь на звук В массируем верхнюю губу. Активно извлекая звук. Прекрасно. На звук Ж нижнюю губу. Прекрасно. Теперь на звук Ж постукиваем себя по груди. Посильнее, поактивнее. Просто микрофон, если я буду стучать, он начнет выбивать весь звук. Ну попробуем. То есть вот так должно в звучании идти. Активно постукиваем. Дальше. На звук Р постукиваем передние ребра. Хорошо. На звук Р. Задние ребра. Хорошо. И в самом конце на звук К. Постукиваем по коленкам. Активируя тем самым корень языка и гортань. Вот. Хорошо. Теперь записываем нашу скороговорку. Уже внизу. Расслаблено. Намели мы на лима лениво ловили. И меня ли на лима вы мне на линя. А любви не меня ли вы мило молили. И в туман и лима наманили меня. А? Вот. Напишите в комментариях, как у вас получилось. Какая разница в звучании. Да. Не забудьте о том, что при низком звучании, когда мы уже помчали, гортань слегка, чуть-чуть опущена. Корень язык. Корень языка опущен. И небо приподнято. Так называемый купол. Такое ощущение, как будто бы у вас горячая картошка во рту. О. И когда вы и так опускаете корень языка и создаете пространство для выхода вашего голоса, голос становится объемней. Для того, чтобы подключить еще и более глубокое, еще больше глубокое звучание на резонаторах, надо говорить на полуулыбке. Потому что зубы тоже выполняют функцию резонаторов. Мы звучим так ярче. Активнее работайте артипуляционным аппаратом. И тогда голос будет глубже, объемнее, ярче, сочнее. Это мы поговорили с вами про грудной регистр. Давайте теперь перейдем к головному регистру. Головной регистр нам нужен для того, чтобы голос наш был звонче и ярче. И в то же самое время можно было при помощи головного регистра прорабатывать правильную интонацию. Находить нужное звучание. Как активировать головной регистр? Самое простое упражнение. Мое любимое называется мимимишки. Берем верхнюю губу, зажимаем. И со звуком ми-ми-ми направляем звук вверх. И слегка себя теребонь пьем. Это такая активация головного регистра. А? Хорошо. Теперь как прочувствовать грудной и головной регистр? Представьте, что вы в большом колоколе. Огромнейший колокол. И вы пытаетесь... Вы являетесь язычком этого колокола. Вы звучите, вы звените. Колокол звенит благодаря вам. Со звуком бом. Объемный звон. Бом. Акцентируете звук на М. Объемно. Помните, раскрыли купол, опустили корень языка, подняли небо. Бом. Хорошо. Бом. Прекрасно. А теперь представьте, что у вас маленький-маленький колокольчик. И его нужно тоже слегка аккуратно позвонить в него. На звук бим. Бим. Направляем звук сюда, больше, наверное, в голову. В середину головы. Бим. Бим. Но не в нос. От этого будет активно работать, щекотать ваши губы, если вы правильно делаете. Бим. Бим. Хорошо ушли в головной регистр. Как теперь это все соединить? На звук бам. Попробуйте раскрыть гласный звук, подключить как раз в эту середину и головной регистр, и грудной. Бам. Чувствуете, какая звонкость пошла? Бам. Это как раз с тем, кто хочет уйти с грудного регистра, больше в головной. Бам. И поймать вот в этом состоянии звучание после бам можно что-то проговорить. Проговорить, например, ту же самую скороговорку. Намили мы налима лениво ловили, и меня ли налима вы мне налиня, а любви не меня ли вы мило молили, и в туман и лимана манили меня, уходя вниз. Вот. Наверное, это самые такие простые и необходимые упражнения для того, чтобы прочувствовать ваш звукочастотный диапазон. Начиная снизу, доходя до верха. Помните еще раз, ни в коем случае нельзя зацикливаться только на одном звучании. Не надо прорабатывать только низкий регистр, потому что это превратится все в монотонность. Если постоянно говорить наверху, это высокое звучание начнет потихонечку раздражать окружающих. Учитесь маневрировать. Снизу вверх, снизу вверх. Хорошо. Напоследок еще одно упражнение, которое поможет вам переходить сверху и вниз. И наоборот, снизу и вверх. Поймаем нашу середину. Будет звук И на этой середине. И середина это то, как вам комфортно звучать. И... Хорошо. Теперь уходим вниз, слегка поддавливая, находим самое низкое звучание. И... Опустили, потом вернулись обратно. И... Хорошо. Теперь та же самая история, но поднимаемся вверх. И... Вернулись. Теперь потихонечку вверх-вниз. И... И... Вот. Прорабатывайте свое звучание. Работаете над звукочастотным диапазоном. И помните, для того, чтобы избавиться совсем уже от детского голоса, ни в коем случае не надо напрягаться, не надо бежать, не надо говорить громко и быстро, потому что как только вы начинаете говорить громко, вы автоматически переходите на связки и уходите наверх. А если еще и быстро, то это превращается в такой уже абсолютно детский голосочек. Зажимаются связочки здесь. Чтобы приобрести более глубокий и низкий голос, нужно опустить потихонечку гортань и приоткрыть кукол. Вот, спокойно. Скорость, она придает вашему голосу звонкость. Громкость, тоже звонкость. Мы напрягаем связки. Расслабьтесь. Сначала говорите спокойно, тихо, потом потихонечку можно увеличивать громкость и увеличивать темпо-ритм, оставаясь в этом низком звучании. Ставьте лайк, подписывайтесь, колокольчик, чтобы не пропустить новые упражнения. Если вам актуальны проблемы с голосом, если вы хотите решить какую-то свою конкретную проблему, пишите в комментариях. Следующее видео будет посвящено именно этому вопросу. С вами был Сергей Вострецов и Мастерская Голоса. Очень скоро ожидается набор в новый курс. Следите за обновлениями. Всем пока. Хорошего дня. Да пребудет с вами Сила Голоса.